Город Гусь-Хрустальный Не рыночные отношения сформировались, а воровские отношения сформировались у населения и у государства. Зарплату не давали по полгода, а продукцию нам выписывали мы сами, сами торговали ей. И люди, оккупанты их я называю, они приходят за сииминутным результатом. Им не интересно, у них понятно, что это дело бизнеса. Вот у них есть объект, он ликвидный, его нужно использовать. Как только он перестает приносить прибыль, его нужно продать. Это слом не просто экономической модели, это слом психологии должен произойти у человека, чтобы перестроиться с рельс госплана на рельсы рыночной экономики. Говорят, что советский бренд это как дизельная машина по разрезанию яблока на 4 части. Но Гусь-Хрустальный это не коровник и не завод по выпуску калош. Это город, где производили продукцию, известную далеко за пределами его. И знаменитый хрусталь, и пуленепробиваемое стекло, обшивка советского шаттла «Буран». И даже иллюминатор, в который Гагарин смотрел на земли, тоже делали здесь. Поэтому нам кажется важным понять, почему такая конкурентоспособная промышленность была утеряна. Евгений Булкин работает на хрустальном заводе выдуальщиком. Он застал советскую эпоху массового производства. Когда цеха каждый день видели тысячи заводчан. Теперь это небольшой бизнес с одной плавильной печью, который гибко меняет свою продукцию под заказчиков. Здесь сейчас горшки варят ночью, днем работаем. А потом печи непрерывного производства в ванной. И было 4 смены. Одна кончает, вторая наступает и так варится и варится. Круглосуточно, да. И работали с утра, с обеда, в ночь. Одна смена выходной. Короче, как увидишь, смена идет. А дед сваливает, все как муравьины. Хрустальный завод – символ города и бренд страны. В 1756 году его основал на реке Гусь великий русский промышленник Аким Мальцов. Наибольшего рассвета завод достиг в советское время, когда началась массовая штамповка. Гусь Хрустальный можно было встретить в серванте практически каждой советской семьи. Вы в советское время попробуете выписать на хрустальном заводе шестерку бокалов. Это было очень… А уж цветное стекло какого-нибудь коня или вот этот сервиз такой вот своеобразный, который стоял во всех горкомах. Ну, это… Да вы что? Это невозможно было. Это супер-блат. В 90-е Гусь Хрустальный из города Мастеров превратился в гигантский нелегальный рынок стекла. Бывшие заводчане переквалифицировались в спекулянтов-челноков. Весь Гусь Хрустальный начал выживать. Выживать за счет того, что продукция никому не нужна, вот так если официально. И начали получать зарплату этой продукции и возить уже к поездам на окружные дороги везде по всему свету. Зарплату не давали по полгода, вот. А продукцию нам выписывали мы сами, сами торговали ей. С утра бежали на рынок с сумками. Брали на заводе и алмазили в гаражах, в подвалах. И, значит, выдавали заводскую продукцию, чтобы, значит, прокормить семью. Вот. Много не заработаешь. В те годы, конечно, я не знаю, люди думали, что выдувают чуть ли не на газовой, конфорке не на газовой плите. Вот. Просто люди не осознавали, что это очень трудоемкое занятие. И чтобы сварить стекло, это надо очень много градусов. Ну, тысячи людей толкались, продавали. И со всех, значит, регионах страны приезжали скупщики и брали у нас. И они, значит, этим жили. Они здесь покупали по одной цене у себя в регионе, продавали по другой. В 90-е хрустальный завод приватизировали. Он стал частной собственностью. Руководителем новые владельцы и акционеры выбрали Александра Кашкина, работавшего на предприятии с 1977 года, мастером, начальником цеха и главным инженером. При Кашкине на территории завода появились десятки самостоятельных бизнесов. Каждый цех стал отдельной компанией. Одни распоряжались недвижимостью, другие производством, третьи продавали хрусталь. И, кажется, на пользу предприятию это не пошло. Все эти конторы, что даже не вели финансовые отчетности, вскоре обанкротились. А следом и весь завод признали неплатежеспособным. Не исключено, что таким образом из завода намеренно выкачивали деньги. В 90-е, в общем-то, вот началась вот эта возня за его активы. Ну, между местными и между теми, кто как коршуну рыскал по всей стране. У них же вот у этой компании, у них же там много и КАМАЗ, по-моему, там электроприборы и так далее. Ну, Ройл Консалтинг, по-моему, он называется. Они же как бы там в Москве, там возможностей больше, все эти министерства, они, наверное, сели, посмотрели, где тут лакомые куски, давай-ка мы туда. Ну, и способ простой. Если больше пакет акций у руководителей, у директора, там, у зам, они им пообещали хорошую зарплату, но нужно было эти акции продать этим московским хозяевам. В 2000-х на Хрустальном сменился собственник, им стала московская группа Ройл. Но ничего не изменилось, только завод теперь назывался по-другому, но также продолжал распадаться на множество фирм и банкротиться. У нас хозяева предприятий открыли на своем заводе частную фирму, которую сами и учредили. И вся продукция пошла не сразу через магазин «Избыт», а еще через эту частную фирму. Вот и все. То есть, они получали процент просто за счет того, что существовала эта частная фирма. А продукция завода оказалась дороже? Дороже, ну, конечно. То есть, это одна из причин. Вот. Они получали сразу маржу, и, соответственно, завод, ну, закон экономики, ну, завод начал сразу тонуть. Зачем им трудиться, когда его обанкротил и, как говорится, продали его там, распилили? Я говорю, ведь же потом пришли молодежь шустрые вместе с этими руководителями. Сколько металла на этих заводах? Они выпилили все, что можно было выпилить. И вот этот металл начинали, корпус-то они оставляли. А что можно? Начинали сверху, потихонечку, все это резачком. Срезалось, пилилось и в чернет. А вот ребятишки как раз этим и зарабатывали свои первые денежки. Наш цех закрывают, переходим все в шестой. Пошли нам хоть в шестой, хоть в какой угодно, лишь бы работа была. Ну вот, поработали, там тоже уже все меньше, 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 все прикрыли весь. Были и объективные причины упадка хрустального гиганта. С исчезновением СССР и плановой экономики на хрусталь пропал спрос. К тому же в 90-х в России буквально завалили копеечным шерпотребом, в том числе и стекольной продукцией. Люди выбирали, что подешевле, а гусевскому хрусталю на кухнях россиян места не осталось. Хрустальный завод следовал историей рынка хрусталя. Если вы смотрите старые фильмы, там все это очевидно, что не было серванта в советском доме, в котором хрусталь просто не стоял как украшение. По очень большим праздникам. Ну это посуда, что такое хрусталь, это посуда, ну и соответственно все, что с этим связано. Можно было обеспечить всех этим хрусталем. Но в то же время прорыв на рынок России новых технологий, новых потребностей, они снивелировали этот рынок. И можно, конечно, говорить о том, что вот столько цехов, 54 тысячи квадратных метров, на них были заняты столько-то людей, они делали столько-то хрусталя, там, ну я так знаю, там на 4 или там на 3 миллиарда рублей. Ну это было время, она была востребована, и хрустальный завод реагировал в меру своих возможностей достаточно эффективно. Пришло время, когда вопрос встал о сохранении уникальности двухцветного хрусталя Российской Федерации. Хрустальный завод, конечно, потерял очень много объемов в сбыте, потому что мода на хрусталь ушла, потому что платежеспособность населения сильно снизилась, потому что экономика в целом перестроилась, и это не могло не наложить свой отпечаток. Собственники завода, конечно, в этой ситуации использовали все инструменты, которые были им доступны, это в том числе и банкротство, несколько раз завод банкротился, но продолжал работать. И вот, наконец, в 2010-х годах он остановился совсем. Это было ужасное время, потому что не было заказов и задолженности большие были у завода, насколько я знаю, потому что оборудование уже требовало инвестиций, а взять их было, видимо, неоткуда, либо не было такой цели у собственников. И да, завод остановился. К сожалению, наш город перестал быть хрустальным в прямом смысле. В 2002 году президент Владимир Путин лично приземлился на вертолете на территории хрустального завода. Вопрос стоял не о закрытии каких-то отдельных цехов, а о сохранении гусевского хрусталя как бренда. Через 10 лет завод снова закрылся. В 2013 году его реанимировали по инициативе губернатора Светлана Ровой. Сейчас в мире таких заводов, как в Хрусталиме, нету. У чехов были все-все рухнули, все пошли по пути. Есть один-два выдувальщика, грамотных художников. У них печурка, там можно 50-100 кг стекломассы. Стекло они не варят. Здесь варят стекло, еще глупостями занимаются. Они покупают в Китае. Эрклёст называется, но бой. Не бой, а специально варят любой состав, расплавляют и делают чудесные. В Гусь-Хрустальном и вокруг него работали десятки стекольных производств. На заводе имени Дзержинского готовили иллюминатор космического корабля Юрия Гагарина. Многие цеха с тех пор превратились в руины. Михаил Щербаков проработал на этом заводе 55 лет. В 90-х, как и многие заводчане, стал выживать как мог. Зарплату не давали, пенсию не давали. А зарплату давали продукции, стекло. Мы ходили и дурили народ. Ездили в Москву, посуды, стекло. И говорили, вот бумажка была, связи с финансовыми проблемами. Продукция выдавается, зарплата выдавается продукцией и так далее. Остановит, например, милиционер и говорит, Вам не положено здесь сумку с коляской бегать по метро. У Лужкова есть приказ, штраф 10 тысяч рублей. А тогда миллионы были до 1998 года у нас. Ну и отдаешь ему 10 тысяч. Он говорит, до 4 я не зорю, а после 4, говорит, другому будешь платить. Щербаков с тоской смотрит на то, что осталось от предприятия, которому он посвятил жизнь. Он считает, что в гибели завода виноваты тогдашние руководители. Уже почти 20 лет заводом управляет Александр Климашин. В 2016 он был осужден за то, что на одном из принадлежащих заводу полуразрушенных цехов погибла 13-летняя девочка. Люди, которые приходят на те советские, так называемые, золотые места, как прииски, это будем говорить, предприятия советские, любого значения, обороны или гражданского, И им как бы дар с неба упал. И им только остается что? Выжить все, что можно выжить. Взяли, подлатали, подремонтировали. И теперь, значит, написали, мы сдаем в аренду. Вот. Ну, сейчас выгодно этот бизнес. Вот. Ничего не надо, значит, производить, не вкладывать. Развал стекольной промышленности коснулся не только Гусь Хрустального. После исчезновения советского государства стекольные заводы рушились по всей стране. В Подмосковной Шатуре, Вологодском Сазоново, Петербурге, Пензенской и Брянской областях. Но случай Гусь Хрустального все-таки особенный, потому что здесь стекольному производству больше 250 лет. Тот же Хрустальный завод пережил и Октябрьскую революцию, и последующую за ней Гражданскую войну, и даже Вторую мировую, но рассыпался в мирное время после приватизации. Что же произошло в этот весьма короткий по меркам истории, но трагичный период? У людей, прежде всего те, кто был в руководстве предприятий, заводов, ну, близко к собственности, к материальным ценностям, появилась возможность все из общей собственности перевести в свое. И этот ажиотаж, он начался просто дикий. Я вам пример приведу, что в 1991 году, когда вот этот резкий скачок цен, некоторые директора заводов просто всю заводскую недвижимость скупили в один день и перевели на себя. Потом начались чудеса с этими акциями, им нужно было приобрести контрольный пакет. То есть была борьба за собственность. Умные, сильные люди умерли, ушли. Ну, пришел народ, который лишь бы с утра наливали, придешь, они пришли, уже выпивают, уходишь, они опять выпивают. Вот такое было. Это человек на должности? Ну, они там, не знаю, как я, но все они там, как бы хозяева были заводов. Только личности могут эту спасти ситуацию. И тогда этих личностей просто не оказалось ни на заводах, ни в руководстве области, ни в руководстве города. А эти акции, которые вот люди имели, вот эти перезисленные чеки, они за бутылку водки, за колбасу просто отдавали. А скупщики тех времен, их брали, эти перезисленные чеки, и, имея, аккумулируя их, они на них приобретали предприятия. Это коснулось и Криолинового завода, и Дзержинского там завода, и многих других предприятий. Как раз в 90-е годы вышло, что делать бизнес – это не значит вкладываться долгосрочно, а инвестировать в развитие производства и чего-то еще. И мне сложно осуждать руководителей, которые тогда принимали такие решения. Потому что предсказать, что будет через даже два года со страной, а при этом делать инвестиции на 10 или 15 лет вперед – это гиперрискованно. И поэтому люди старались по максимуму заработать денег, потому что бизнес – это все равно про деньги, про капитализацию и про доходы. И наиболее простой и наиболее быстрый путь зарабатывания денег – это в том числе было и банкротство предприятий. Не всегда дворосовестное. В советское время завод Дзержинского был целым городом. Он содержал больничный городок, несколько детсадов, пионерский лагерь и клуб. Это не считая 100 тысяч квадратных метров жилья. В 90-х завод раскололся на несколько самостоятельных производств. Одной из них досталось Юрию Максюкову. Ему удалось его сохранить и передать сыну – Михаилу Максюкову. В советское время на территории стеклозавода имени Дзержинского было очень хорошо развито производство закаленного стекла. Здесь делались стекла, например, для автомобилей «Москвич», для первых автомобилей «ВАЗ». И, к сожалению, с приходом капитализма, со смены экономической формации, это производство пришло в упадок, потому что было недостаточно современным. И мы уже в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов открыли здесь производство закаленного стекла уже на новых печах с новыми методами технологическими. Конечно, такому гиганту, заводу имени Дзержинского, в современных рыночных условиях было, скорее всего, в этой форме не выжить. Некоторые части этого завода продолжают функционировать и, конечно, перестроить его на более гибкую модель, но это была такая серьезная менеджерская задача в то время. К сожалению, с ней не справились те, кто пришел к руководству завода. Процентов 60 объемов, которые производил в советское время, гость Хрустальный район потерял. Было закрыто производство триплекса. Триплекс – это, например, ветровые стекла у автомобилей. Безопасное стекло, которое сделано из двух слоев стекла и пленка между ними. Оно, к сожалению, было закрыто. Это производство закаленного стекла, который мы возрождаем сейчас и возродили во многом уже на новом технологическом уровне. Это производство зеркал, например. Зеркальный цех был очень известный, здесь и производил очень много. Это и рифленое стекло, и стекло методом вертикального вытягивания. Делались даже заборы из стекла. Был такой экзотичный продукт, который назывался стеклошифер. СПАСТИ ПРОИЗВОДСТВО Спасти производство в 90-е годы, после развала Союза, было очень тяжело. Это такая гиперзадача для менеджмента была с точки зрения управления. А почему в рынке? Совершенно другая парадигма. Надо было следить за себестоимостью уже совсем по-другому. Надо было гибко перенастраивать производственные линии под потребности рынка уже, а не госплана. Не задание, которое спускалось на несколько лет вперед и который гарантированный сбыт. Хорошие сбытовики были в большом дефиците, а те, кто мог продавать, как раз сели на эти финансовые потоки и очень многое заработали. К сожалению, производство при этом развить не удалось. Не было такой задачи долгосрочной. Вот этого сплава производственников и коммерсантов на тот момент еще хорошего не было. Сейчас у нас на территории стеклозавода именно Дзержинского частные компании, совершенно не связанные с советским периодом, производят посуду, сортовую посуду, которая расходится в сети. Например, Икея или другие. Леруа Мерлян, например, я знаю, закупает посуду, которая здесь производится. Они смогли перестроиться и это уже довольно неплохие обороты. Вот это подстройка под рынок. В тот период, когда открылись все возможности рынка, международного, глобального рынка, соответственно, те технологии, о которых мы говорили, они были востребованы в ином качестве производства. Ну, себестоимость товара, материала, это автоматизация, роботизация, механизация значительно подстали. Поэтому одна из задач, которая – это вписаться в рынок. То есть продукция нужна, но нужна соответствующая цена в то время, когда другие страны уже все это производили. Судьба завода имени Дзержинского могла быть решена и раньше, еще до наступления лихих 90-х. Всего одна управленческая ошибка могла поставить крест на его будущем и, возможно, предопределила судьбу всего города Гусь-Хрустальный. Под конец советской эпохи был смонтирован огромный цех для производства флуат стекла, стеклофлуат методом, современным методом, по которому сейчас в основном делается стекло для зданий, для сооружений и для автомобилей. И вот этот цех был смонтирован, мало того, было смонтировано и оборудование туда тоже. Но что-то пошло не так и в 80-е годы, в конце 80-х годов смонтированная линия была фактически разобрана, растащена. Если бы этот завод и цех был запущен, то Гусь-Хрустальный пошел бы по совершенно другому пути в своей истории. Аналогичный завод в городе Бор Нижегородской области, это город-спутник Нижнего Новгорода, процветает именно потому, что у них работает стекольное производство флуат методом. Вокруг этого производства растут другие предприятия и те, которые обеспечивают его, и те, которые снабжают, те, которые обрабатывают стекло. Глубокая обработка, неглубокая обработка, торговые предприятия. Это дает очень большой импульс. Если бы в Гусь-Хрустальном эта линия была запущена, Гусь-Хрустальный было бы сейчас не узнать. Кварцевый завод, обладавший инновационными технологиями, тоже был потерян. Там выращивали искусственные кристаллы, которые теперь используются в микроэлектронике, мобильниках и компьютерах. Получение кристаллов, монокристаллов большой поверхностью сапфира до 50 килограмм первый сапфир вы получили в Владимирской области. Если вы помните, как начиналась торговля и автоматизация считывающих устройств в торговле, это проведение, считывание, ну, соответственно, стекла любой прочности, они не выдерживали тысячных, многотысячных движений. А сапфир – это твердость и плотность. С кварцем тут надо одного человека посадить, фамилию не буду называть. Вот уж кто процветал и должен процветать. Каким? Да. Когда это началось, вот, перестройка, и там самый ценный был цех, где выращивали кристаллы кварца. Это очень уникальный производство. Их в мире-то всего 4-5. Вот одна в России была. Купила фирма «Совер» американская. Но они есть. А вот тут пришли, началась перестройка, они их выгнали. И на том все и ухнуло. В 90-х кварцевый завод обанкротился. Один из цехов взяли в аренду американцы на 25 лет. И снова запустили производство монокристаллов, вложив 8 миллионов долларов. Дело вроде пошло, но у заморских инвесторов вышел конфликт с новыми собственниками завода – группы компании «Ройл» Владимира Дорохина. Москвичи посчитали, что «Сойер» слишком мало платит за аренду. И подключили прокуратуру. Силовики арестовали продукцию. Начались суды. Американцы утверждали, что оппоненты силой захватили производство. Скандал стал международным. Посол США в России жаловался даже Путину. Но американцы суды проиграли. И свалили за океан. Правда, вместе с ними город покинуло и перспективное производство. АЧКС, например, вы сказали. Там это была борьба очевидная. Она выходила на самые… Ну, как борьба? Борьба за возможность сохранить и продолжить. И, скажем, недобросойных конкуренций уничтожить. Некоторым заводам повезло. Их купили собственники, которые думали о завтрашнем дне и хотели заниматься производством. Это и стеклотарные заводы семьи Клегов, и купленные иностранными инвесторами опытный завод и стекловолокно, и производство Михаила Максикова, где изготавливают бронированные стекла, которые покупает в том числе администрация президента. В ГУСЕ опытное стекольное производство, оно на тот период просто модернизировалось и применилось совершенно новые, ну, как сказать, новые, это новые машины, новые организации труда. Ну, Клег Юрий Джумович сделал производство стеклянной тары, ну, грубо говоря, таких масштабов и размеров, которые стали очевидны и заметны не только в области, а во всей стране. В стекольной отрасли есть сегмент, который в ГУСЕ-Фрустальном развился, и мало того, во многих странах продукцию нашу ГУСЕВСКУЮ очень сильно ценят до сих пор. Это бронированное стекло, оно используется в инкассаторских автомобилях, в машинах, которые защищают жизни людей, медиков, инкассаторов, вип-персон, в том числе и первых лиц государств, и мы активно развиваем это направление. На настоящий момент стекло экспортируется активно и в Северную Америку, и в Европу, и в Азию, в страны ближнего зарубежья, конечно. Это высокотехнологичный продукт, там нашли применение и лазерные технологии, и современные оптические технологии. Все яхты сейчас делаются на основе армирования стекловолокном и другими материалами, в том числе полимерным материалом, но на тот период это было основным стекловолокном, заданным прочностными свойствами. И тогда никто не догадывался, что очень многие яхты, они по сути дела оснащались вот здесь. Стекольная отрасль Владимирской области, она занимает свое достойное место и очень четко отвечает требованиям экономики области. Сегодня бюджет города Гусь-Хрустальный – это полтора миллиарда рублей. Большая часть этих денег – дотации. Без федеральной или областной помощи город не может позволить себе ни качественных дорог, ни масштабного благоустройства. Существенная часть населения работает в Москве или во Владимире, там они и оставляют свои налоги. Многие уехали из Гусь-Хрустального. И это сильно повлияло вообще на обстановку в городе и на социально-экономическое развитие. Больше чем 30 тысяч человек – это снижение населения Гусь-Хрустального по сравнению с советским периодом. В Гусь-Хрустальном жило почти 80 тысяч человек в советское время, а сейчас вряд ли наберется и 50 тысяч. К сожалению, многие уезжают и работают в Москве, даже будучи прописанным в Гусь-Хрустальном, они работают в Москве, в других городах. И в этом плане городу не хватает квалифицированных людей. Это как снежный ком. Мода уезжать в Москву охватывает все больше и больше людей молодых. И те, кто хочет чего-то добиться, те, кто могут чего-то добиться, как правило, Гусь-Хрустальный покидают. Вот сейчас на цех, вот если посчитать, одни пенсионеры работают, в принципе. Ну, при только новом кадре? Нету, никого. Учиться никто не хочет. Нет никого желания. Приходят в другой раз экскурсии, вот посмотрят. Дашь им попробовать что-нибудь там выйдут, шарик какой-нибудь там или то-се-е всякое. Я говорю, приходи учиться нам. Ты чего, там такая жажа и прочее. Ну, там еще другая беда. Художники старые все умерли. А новых выпускали на где? На Строгановке? Нет, на Строгановке они учатся, но художник растет сам. Не научите вы его. Вот я прожил с ними, я называл Курилова, там Муратов был, я с ними прожил, да. Ну, какое-то у них свое внутреннее видение. Ну, посмотрите, у нас в Гусе стало два морга. Значит, у нас где-то свыше десяти малых предприятий по изготовлению памятников. Бизнес хороший. Ну, и гладбище у нас никак не могут расширить, с землей, все мало и мало. Администрация не может определиться с землей, потому что надо ложить и ложить людей. Да, заводы переживали общий для всех кризис распада советского государства. Безденежье и беззаконие 90-х, потерю источников дохода, приватизацию. И всем им пришлось бороться за место в глобальном рынке. Но все-таки каждое предприятие переживало этот кризис по-своему. У каждого завода свои герои, своя история расцвета, падения, смерти и иногда возрождения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok